Здравствуйте! С вами снова Александр. И я хочу вам сегодня рассказать о своего рода такой транспортной системе для ребенка. Это не совсем будет рассказ, обзор коляски. А я хочу вам рассказать на примере коляски от компании Britax. Модель называется Smile 2. Рассказать о том, как можно безопасно и удобно для вас, родителей, перевозить ребенка в автомобиле, как можно, переехав куда-то с точки А в точку Б, например, с дома в парк, не везти с собой большую коляску, люльку и обойтись автомобильной люлькой. Опять же, напомню, на примере Britax компании мы будем сегодня с вами это все изучать. Вот я уже заранее поставил автомобильную люльку Britax. Она называется iSize на раму от коляски Britax Smile 2. Подробный обзор самой коляски в комплектации 2 в 1 на канале есть. Я ссылку добавлю в описании. Поэтому пройдите, посмотрите. А сегодня я расскажу то, о чем недорассказал в том обзоре. Там надо было рассказать о комплектации 3 в 1. Но сегодня я расскажу вам как раз таки вот от этой третьей части автомобильной люльки. Это очень удобный момент, когда вы можете автомобильную люльку установить на шасси. Например, едете вы, хотите вы погулять в парк, ненадолго сходить на часок, допустим, съездить в магазин за продуктами. Там еще какие-то вот такие небольшие передвижения, поездки можно совершить спокойно. И с этой люлькой не везя с собой саму большую люльку от коляски, там прогулочный блок, а обойтись только люлькой. Единственное, сразу хочу сказать о том, что педиатры, они сказали то, что можно возить ребенка в автомобильной люльке не больше 3 часов. Потому что в люльке ребенок, он не полностью горизонтально лежит, а полусидячее положение. Поэтому до 6 месяцев ориентировочно старайтесь избегать поездок больше 3 часов. Это очень важный момент. Поэтому, когда планируете поездку в парк, например, вы сразу включаете в это время и пути туда, саму прогулку и время пути обратно. Потому что ребенок все время находится в люльке, и суммарно он должен находиться в ней не больше 3 часов. Поэтому это обязательно не забывайте. Что там для этого нужно будет? Соответственно, сама люлька устанавливается в автомобиль. Отдельный обзор на люльку тоже на канале будет немного позже. Там это увидите. А так вообще устанавливается она в автомобиль. Можно установить ремнем, можно купить базу изофикс и установить это все в автомобиле. Но сегодня мы рассказываем немножко не об этом. Сегодня мы расскажем о вне автомобиля, как пользоваться этой люлькой. Вот вы видите, коляска Britax. Она сразу, Smile 2, уже оборудована встроенными креплениями для люльки. Поэтому установить здесь все это дело очень легко и просто. А, здесь вот с этой стороны точно. Вот вы видите, достали ребенка. Пускай ребенок даже где-то по дороге у вас уснул в машине. Вам не нужно его будить, вытаскивать с автолюльки, перекладывать в обычную люльку. Вы его не тревожите. Он у вас продолжает здесь спать. В парке уснул, в магазине. Неважно. Вы его не контуете, не трогаете. Он спокойно себе спит. Соответственно, погуляли. Приехали к машине. Сняли. Установили в машину. Если на базу изофикс, то даже ничего не нужно никуда тянуть. Просто щелкнули и едете дальше. Вот. Это очень-очень удобно. И я считаю, что этой возможностью надо обязательно пользоваться, чтобы как-то облегчить себе, скажем так, транспортировку ребенка в автомобиле и вообще вне него без дополнительных люлик, которые идут непосредственно к коляске. Вот. Собственно, добавить больше нечего. Я это вам и хотел рассказать. По поводу люльки, немножечко все-таки вступление маленькое сделаю. Потому что люлька, это непосредственно i-size. Просто хочется о ней рассказать. Она реально классная. Отдельный обзор, понятно, но в двух словах. Эта люлька уже выполнена по новому стандарту. i-size называется. И, скажем так, в 2014 году планку проверок на безопасность автомобильных люль и кресел подняли и добавили новые всякие моменты, там, боковые удары, то-се. И планка поднялась. И, соответственно, производители очень сильно доработали, увеличили ту самую безопасность в автомобильных креслах и автолюльках. Поэтому вот эта люлька, она напичкана по полной. Здесь даже установлена система SIG при боковом ДТП, которая гасит энергию удара. Это очень круто. Да и вообще в целом у Britax очень интересные, хорошие люльки. И вообще все кресла. И им можно смело доверять ребенка. Они очень классные. Поэтому вот, что хотел добавить вам по поводу этой люльки. Соответственно, все, что хотел рассказать, рассказал. Подытожу. На мой взгляд, очень-очень удобная возможность транспортировки ребенка вне автомобиля без самой большой этой люльки здоровенной. На короткий период, не больше трех часов. Имейте это в виду. Три часа, не больше. Чтобы потом у вашего же ребенка не было проблем со спиной, там еще с чем-то. За этим следите. Три часа. Вот. Поэтому, считаю, надо этим пользоваться. Такой возможностью. Производители молодцы, что это придумали. Это классно. Вот. Ну, и хочу поблагодарить за предоставленную автомобильную люльку Britax iSize магазин Мир Автокресел за шасси от коляски Britax Smile первую коляску магазин. А вам, если это видео было полезно, интересно, ставьте лайки. Не понравилось, ставьте дизлайки. Ну, и хочу пожелать вам хорошего, грамотного выбора. Продолжение следует.